Невероятная вещь по поводу нашего разума — это то, что если вы знаете, если вы действительно понимаете, как подчинить себе разум, как изменить разум и как работать с ним, он может стать вашим лучшим инструментом, самой прекрасной вещью. Но если вы не знаете, как использовать свой ум, он будет использовать вас. Мысли и эмоции будут переполнять вас, и это может стать для вас настоящим кошмаром. На самом деле, многие великие мастера говорили, «Только глупец ищет счастье во внешнем». Потому что когда вы ищете счастье вне себя, вы не сможете ничего найти и не сможете ничего контролировать. Мудрецы же знают, что все признаки счастья есть внутри нас, в нашем разуме и в нашем сердце. Понимаете? Целью медитации, задачей медитации является познать свой ум. Мы должны познать свой ум. Слово «медитация» по-тибетски звучит как «ком», что означает «узнавание». Другими словами, это способ узнать свой ум лучше, познать свой ум и использовать свой ум, чтобы замечать его малейшие проявления и в конечном итоге понять суть своего ума. Потому чтоHuh.